Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня, как всегда, обжираловка на скрылышке, которые я сама приготовила в очень вкусном кисло-сладком маринаде. Я вчера уже приготовила, оставила. Сегодня просто пожарила. Думала засунуть в духовку или просто пожарить на сковородке. Потом остановилась на сковородке. Люблю этот звук! Так, это наш шарап. Делаем вот так вот, легкими движениями, превращаем это просто в деликатес. Прошлый наш шарап, что произошло с ним? Я его оставила в холодильнике в открытом виде. И он просто у меня затвердел, представляете? Такое тоже, оказывается, бывает. Обожаю наш шарап. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте его, просто будьте мне благодарны. В России тоже он продается, наш шарап. Это гранатовый соус. Как он идет с рыбой? Как он идет с мясом? Я была в шоке, когда увидела, что в России гранатовый соус стоит дешевле, чем у нас здесь, в Азербайджане. Это же производство Азербайджан. Здесь у меня мандарины. Мандарины у меня остаются с Новым годом. И скоро Новый год. Пошли смотреть елки. В Браво. Если вы собираетесь покупать елку, ни в коем случае не идите в Браво. Там очень дорого. Прям очень дорого. Я посмотрела, выбрала белую елку. Мама говорит, да ну, белая, это не то. Все-таки лучше зеленая. А самый кайф. Это натуральная елка. Это просто запах. Нечто. Но, к сожалению, в Азербайджане такой ты себе не позволишь. Здесь, типа, запрещается вырубать леса. У нас в деревне был мужик. И там что-то было вроде леса. Пару деревьев. Он взял, отрубил эти деревья. И посадил там пшеницу. Так вот. Его засудили. На него открыли уголовное дело. Он даже подумать не мог. То есть, эта территория была ничей. Вообще, раньше думала, что сельское хозяйство это так просто. Но после того, как папа начал этим заниматься, кто не знает, папа посадил деревья на двух гектарах земле. Это орешки. То есть, по-любому, когда деревья вырастут, мы будем получать с этого прибыль. Почему нет? Бизнес, который не прогорит. И вот однажды у нас произошел очень неприятный инцидент. Естественно, деревья посажены. Деревья небольшие. И там растет трава, которую можно давать скоту. Обычно эту траву косят, делают пресс и продают. У кого там корова, бараны. Они покупают и зимой дают своим животным. Но так как у меня отец из-за коронавируса находится далеко, этим заниматься некому. И у папы был друг. Точнее, есть. В деревне. И он ему написал в Уцеппе, что если тебе все равно не нужна эта трава, то есть я сам ее закошу и продам. Папа сказал окей. Но потом он написал, что нет, у него не получается много дел, лучше сам кому-то другому продай. И тут у нас другой сосед, сосед, который прям рядом живет. он сказал, что бесплатная трава, почему нет? Давайте я это сделаю. Папа сказал окей. Но это тоже как бы сказал, но не сделал. Прошло где-то неделя. нам звонит другой сосед и говорит, вашу землю просто так закосили вместе с деревьями. Папа такой в шоке. Мама поехала туда посмотреть, как, почем дела. И была просто в шоке. человек, который косил деревья, косил траву между деревьями, нечаянно пропускал и деревья тоже косил. Деревья-то маленькие, только посаженные. Надо быть внимательным. И папа не врубается. Вообще, кто это сделал? Потом спрашивает, узнает. Оказалось, что это сделал вообще сын вообще другого соседа. Причем здесь он. Оказывается, папин друг заплатил деньги этому мальчишке, чтобы он закосил траву. А он так закосил. Ужас. Просто вместе с деревьями, представляете, это какой ущерб он нанес. Столько лет выращиваете деревья, удобрения и все дела. И этот придурок нечаянно скосил и траву, и деревья вместе с ними. Папин друг извинялся, говорил, что он не знал, что он так закосит. то есть по факту нанесен ущерб. Деревьев уже нет. не всех, правда. Процент где-то 30. Уже все. короче, такая неприятная история была. Нужен мужчина, который постоянно будет ходить, все проверять, все узнавать. они просто... В результате этот парень очень сильно испугался. Он говорит, пожалуйста, не заявляйте в полицию и так далее, что нанесен такой ущерб. Я типа сам посажу эти все деревья обратно. Деревья тоже стоят денег. Естественно, деньги с него никто брать не стал, потому что нету их. Человек живет очень бедно. Папа сказал, да ладно, получилось, как получилось. Значит, судьба такая у нас. И после этого папа никому не доверяет. то есть это не какая-то вещь, это дерево. Даже если ты посадишь сейчас новое дерево, чтобы оно дошло до уровня того, какое оно было изначально, должно пройти 2-3 года, чтобы корни хорошенько срослись, то есть все было нормально. ну просто настолько безалаберно просто взять срубить деревья вместе с травой, это надо быть просто слепым или придурком, или просто выпившим. Я просто не понимаю, как безалаберно можно относиться. Это не твой участок, тем более. иногда я поражаюсь. Я когда беру у кого-то какую-то вещь, стараюсь никогда ни у кого ничего не брать. Если нету, просто жить без этого. есть люди, которые действительно относятся к чужим вещам очень безалаберно. Я не понимаю таких людей. Однажды была такая ситуация, у меня брат обычно одевается в фирменных магазинах. Я, например, могу купить футболочку за 150 рублей и со спокойной совестью ее носить. Мне как-то параллельно брат любит, чтобы есть и там написано. чтобы это реально был Найк. И у нас один из соседей попросил у брата брюки одеть на свадьбу. Причем спортивные брюки, прикиньте, на свадьбу. Естественно, мой брат дал он немного был в шоке, что ладно, девчонки там махаются одеждой, а когда парни махаются, как-то странно. Не знаю, как так получилось, он упал или что произошло. В общем, блюки порвались. После того, как порвались, он сказал, извини, так получилось и все дела. Брат сказал, ничего страшного. просто на следующий день он работал на стройке. На следующий день этот парень на стройке работает в этих же брюках. Ладно, ты их порвал, хотя бы в рваном виде мог бы отдать или хотя бы спросить, отдать тебе их, или пусть уже останутся у меня. То есть иногда я бываю в шоке от отношения некоторых людей к чужим вещам. Если моя вещь, я могу относиться безалаберно к ней, но если это чужая вещь, я всегда дрожу на ней. Очень вкусно, ребята. Особенно с наш рабом. Вчера купил и прям была расстроена, что тот наш раб так испортился. Вроде бы крылышки в кейсе это тоже крылышки, здесь тоже крылышки. Ну абсолютно разный вкус. Прям вообще конечно у нас в деревне есть и соседи, которыми просто нужно гордиться. У папы есть друг. Он настолько культурный, он настолько воспитанный, не знаю, просто хороший человек. Папа с детства с ним дружит и вот до сих пор он не С он вкуснотища даже не думал что доем до конца осталось всего четыре штучки прям причесон у меня какой-то знаете вообще не очень я просто решила так часто голову не мыть общалась вчера со своим косметологом на и дочка тебе огромный привет отсюда я подписана не в инстаграме и она всегда очень умные вещи говорит и про кожу и про волосы про перхоть все что угодно у нее можно спросить и получить годный совет очень клевая она в общем она мне сказала что слишком часто голову мыть тоже не нужно я как бы приучаю свою кожу к тому что каждый день она вырабатывала сало жир поэтому надо отучать теперь я буду мыть голову через день мама например моет голову раз в четыре дня и ничего нормально у нее все у меня один день не поможешь голову все как будто корова облизала последний задний план мне настолько понравился я думаю даже может после нового года оставить как-то красиво смотрится этот волос не приклеивается пару мандаринов ну как же без них жить обожаю мандарина думала насчет подарков на новый год вот абсолютно искренне вам говорю мне денег вообще на маму не жалко просто дело в том что я всегда боюсь не угодить ей 99 процентов случаев и не нравится то что я и покупаю сегодня и дала деньги говорим иди купи себе что-то сама уверена что она придет и скажет мне ничего не нравится сколько лет мы не можем ей купить теплую хорошую новую куртку но выбирает молодежные модели модели которые идут на меня например он вот вот я хочу куртку ок у тебя у нас не размер не одинаковый к сожалению на нее этого размера нету и она расстраивается больше не хочу и предлагаю женские какие-то вещах ну чё сейчас буду ходить как бабулька и уже сколько времени мы не можем ей подобрать хорошую куртку жакет кое-как купили заказали я всегда думаю люди со стороны что обо мне подумают я всегда маме об этом говорю айка себе покупает 4 куртки а мама ходит в одном и том же в общем ребята мои на этом все ставьте лайки подписывайтесь очень сильно люблю пока